Крутое пике блогерской карьеры. Американский любитель экстрима так отчаянно боролся за лайки, что решил устроить авиакатастрофу, а затем чудесным образом спастись. Вот только зрители заметили, что многие случайности в крушении не случайны. Эффектные кадры авиакатастрофы на просторах социальных сетей. Из кабины легкомоторного самолета, парящего высоко в небе над национальным лесом Южной Калифорнии, выходит 28-летний Тревор Джейкоб. Мужчина героически спасает себя из падающего самолета. Двигатель легкомоторного воздушного судна якобы отказал, и пилот был вынужден спуститься на землю под куполом парашюта. По крайней мере, это его версия. Выбравшись из кустов, Джейкоб отважно подсчитывает нанесенный ущерб, несколько ссадин на теле, а затем идет попрощаться с разбитым самолетом, параллельно снимая на видео все тяготы непростого пути. Не нужно быть экспертом, чтобы понять самолет восстановлению не подлежит. Джейкоб благодарит небеса за спасение и ударяется в новую битву за выживание, бродит по лесу и ждет подмоги. Я слышу корову, я буквально сейчас встал на колени. Слышите? Я уже практически опустил руки, я просто был разбит, встал на колени на земле. Потому что я потерял надежду. Я услышал корову. Так что я продолжаю идти по направлению к корове, говорит блогер на видеокадрах. Мычание цивилизации уже близко, но Джейкоб молниеносно успел одичать и продолжает робензонаду. Нахлебавшись вдоволь воды из грязной реки, Джейкоб наконец встретил спасение в лице местного фермера. Тот был весьма удивлен, а следом удивлялись и пользователи соцсетей. За несколько месяцев этот видеоролик набрал более двух миллионов просмотров. Правда, должной оценки зрителей так и не получил. Пользователи и эксперты уличили Джейкоба в обмане. И так яро высказывали свое недовольство, что автору даже пришлось закрыть комментарии. Оказалось, что авиакатастрофа не больше, чем фейк. И Джейкоб устроил ее намеренно. Тревор Джейкоб американский сноубордист. Выступал на зимней Олимпиаде в 2014-м. Любитель экстремального спорта и параллельно блогер. У него более 100 тысяч подписчиков. Теперь Джейкоб отчаянно борется за внимание новых. То катается на моноколесе с лабрадором на плечах, то прыгает с крыши дома в бассейн на скейтборде или летит на сноуборде над грузовым поездом. Приземление, правда, неудачное. Но это неприятность цветочки по сравнению с историей с самолетом. Видеоролик о крушении в числе прочих посмотрели и в Федеральном управлении гражданской авиации США. Реакция ведомства не заставила себя долго ждать. Вы продемонстрировали отсутствие осторожности суждения и ответственности, решив выпрыгнуть из самолета исключительно для того, чтобы записать видео крушение, указали блогеру в ведомстве. В итоге сертификат частного пилота Джейкоба был аннулирован. Управлять самолетами ему теперь официально запрещено. А вот внимание он действительно добился. Правда, с репутацией лжеца. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим, Телеграм и Яндекс.Дзен, Вести.Ру Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Телеграм.